Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, селекционер-фитопатолог. И сегодня мы с вами немножко поговорим о том, как правильно выбрать инструмент для сада, для работ именно с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, для ухода за ними. Не секрет, что от того, как чисто, ровно вы сделаете срез, как правильно вы обрежете дерево, зависит его здоровье и его урожай. И здесь как никогда важно подобрать такой инструмент, чтобы с одной стороны вам было и удобно с ним работать, и чтобы этот инструмент прослужил вам долго и работал качественно. Сейчас на нашем рынке представлено огромное количество самых различных марок инструмента садового, секаторов, пилочек, ножиков, прочих приспособлений для ухода, заканчивая даже одуванчикоудалителями. Тем не менее, в таком разнообразии очень легко запутаться. И бывает очень обидно, когда вы покупаете садовый тот же самый секатор, а он разваливается у вас в руках буквально через час, через месяц-два. Хороший секатор способен прослужить своему хозяину как минимум несколько лет. И обычно прекращает свое существование только потому, что выработалась вот эта режущая часть настолько, что уже резать невозможно. Итак, на что мы обращаем внимание в первую очередь, когда мы приходим в магазин, в садовый центр, чтобы выбрать себе секатор? Ну, во-первых, конечно, это марка. Марка – это имя фирмы, которое она старается беречь, соответствовать ей, не терять лицо, которая заботится о своем качестве. За многие годы работы мы с коллегами испытали большое количество секаторов самых различных производителей различных стран, различных марок. И опыт показывает, что по-прежнему одними из лучших являются производители фирмы «Фелка», «Баку», «Фискарс». И вот в последнее время появились продажи секатора фирмы «Самурай». Могу сказать, что пользуюсь ими год, пока не жалею. Дело в том, что фирма, которая заботится о своем авторитете, соответственно, и тщательно подбирает инструмент, тщательно подбирает металл, заботится о том, чтобы ваши руки не уставали. Когда вы берете секатор в руку, во-первых, смотрите, чтобы он подходил к вам по размеру. У качественного производителя секаторы как минимум трехразмерных линеек. Маленькие – «С» для маленькой женской ладошки. «М» – это для ладошки среднего размера. И, наконец, «Л» – «Ларги». Те, которые рассчитаны на крупную мужскую руку. Ведь от того, как удобно вам держать секатор в руке, зависит и здоровье ваших рук в первую очередь. Насколько быстро вы будете уставать, насколько комфортно будете себя чувствовать. Взяв секатор в руку, ложите его на ладонь, сожмите, попробуйте немножко его поджимать, насколько вам удобно. Если рука ложится, хорошо. Если вам ничего не мешает, если ничего не поджимает, допустим, эта ручка может быть короткой, ваши пальцы могут заходить на ту часть, которая не предназначена для того, чтобы ее держали. Если вам держать удобно, нигде не натирает, не жмет, прекрасно. Очень удобны секаторы с поворачивающейся ручкой. Вот этой частью. Таким образом, намного легче работать, потому что нет трения. Ручка поворачивается вместе с движением ваших пальцев. Итак, он удобен по руке. Если вы не профессиональный садовник, который работает неделями, месяцами в саду, фактически не вылезая, обратите внимание на секаторы любительские. Профессиональные секаторы, как правильно, довольно-таки тяжелые, особенно для женских рук. И только если вы уже решили заняться профессионально, можно выбрать тяжелый профессиональный секатор. Они обычно помассивнее, они дороже, но они, соответственно, и качественнее. Если же у вас в основном уход заключается в подрезке, роз, уходе за декоративными мелкими растениями, травянистыми, цветущими, заключается в уходе за небольшими кустарниками, можно выбрать секатор и попроще. Следующий момент, на который мы обязательно обращаем внимание. Дело в том, что в целях экономии некоторые производители заменяют детали, вот в режущей части секатора, некоторые на пластиковые. Особенно это касается места соединения. Если вы не можете рассмотреть строение секатора, есть там пластиковые втулки или нет, поинтересуйтесь обязательно у продавца, консультанта. Желательно, если честно, обязательно, чтобы секатор, вот эта его режущая часть и место соединения были цельнометаллическими. Никаких пластиковых втулок внутри с целью типа облегчения быть не должно. К сожалению, пластик очень легко истирается, это соединение разбалтывается, в результате наблюдается люфт между режущими лезвиями и, как следствие, такие секаторы закусывают, заминают срезы и быстро выходят из строя. Поджать их практически невозможно. К сожалению, такой отрицательный опыт у нас есть. Следующий момент, к которому обращаем внимание, это стопоры. Защёлки, которые закрывают секатор, не давая ему раскрываться. Проведите несколько раз, проверьте, насколько легко действует защёлка, чтобы секатор не открылся в самый неподходящий момент или не закрылся сам при движении, когда вы режете, когда вы занимаетесь работой. Что ещё хотелось бы посоветовать? А когда выбираю инструмент, я обязательно стараюсь его немножко раскрыть, немножко пошевелить. Лезвия друг относительно друга. В хорошей фирме, производителе всё сделано уже сразу готово к использованию. Не допускается никаких шевелений. Иногда вот берёшь секатор, китайский, немножко его вот так пошевелишь и чувствуется, лезвия относительно друг друга ходит ходорем. Да, конечно, можно поджать винтик, но это уже показатель того, что секатор не очень хороший. Если он уже при продаже шатается, то будет шататься и дальше. Ну и наконец, всё-таки качество срезов в первую очередь зависит от качества стали, которую использует производитель. И здесь бывает очень много вопросов. Ни на одной из этикеток никто вам не напишет, какая здесь сталь. И приходится исходить исключительно только из собственного опыта. Опять же упираюсь. Фелко стали использовать хорошую, Бако хорошую, Фискарс, по крайней мере те, которые произведены в Европе, хорошую. То, что произведено в Китае, есть вопросы. По качеству секатора самурай могу сказать, что я им отработала сезон практически без заточки. По окончанию сезона да, заточила. Плюс этих секаторов еще в том, что у них сменные лезвия. То есть, если оно выработалось, вы можете его снять, поставить новое. Это тоже очень такой хороший лайфхак для тех, кто много работает с секаторами. Да, и кстати, когда вы работаете с секатором, обратите внимание, чтобы при сжатии ручек они не смыкались полностью, не зажимали ладонь. К сожалению, для старых советских секаторов это была самая большая проблема. При отличной стали на лезвиях, у них ручки смыкались практически полностью, что приводило часто к травмированию рук. Иногда это можно видеть, к сожалению, на некоторых таких бюджетных секаторах, которые продаются в садовых центрах, можно сказать, за копейки. Следующий инструмент, без которого обойтись в саду очень сложно, это садовая пилочка. Садовые пилки выпускаются в основном в двух форматах. Складные и обычные ножовочки с ручкой, которые не складываются, но имеют обычно у хорошего производителя чехол, который защищает вас от повреждения, а зубцы от преждевременного испекления. На что мы обращаем внимание при покупке пилочки? Во-первых, на качество заточки, на качество самих зубцов. Сейчас очень популярный так называемый японский зуб. Он позволяет пилить не только при движении на себя, но и от себя. Таким образом пропилы получаются гораздо быстрее, ровнее и качественнее. Второй момент, это форма лезвия. Когда мы с вами работаем в саду, нам очень важно, чтобы вот эта часть была не очень широкая, ведь выпиливать приходится иногда в довольно узких развилках. Третий момент. Для садовых хороших пилочек характерна небольшая изогнутость лезвия. Это нормально. Почему? Для того, чтобы когда мы пилим, изогнутое лезвие немножко захватывает эту ветку и не позволяет ей выскакивать. Конечно, самый лучший советчик при приобретении инструмента это личный опыт, либо опыт тех людей, которым вы доверяете, которые уже испытали эту пилочку, этот секатор, этот ножик, и которые уже могут точно сказать, что да, именно эта марка, эта фирма, этот производитель производит действительно достойный инструмент. Удобный, качественный и надолго. Могу сказать, что вот такой пилочкой фискарс я пользуюсь уже несколько лет и ей очень довольна. Острая, очень острая заточка, очень качественная заточка, позволяет перепилить растение, дерева, извините, диабетром сантиметров 10, буквально в течение двух минут, а то и меньше. Можно использовать, конечно, и пилочки и с другим типом заточки. Главное условие, когда вы идете в сад на обрезку, ваш инструмент должен быть острый. Обязательно затачивайте его. Дело в том, что если инструмент тупой, то срезы спины получаются разлохмаченными и очень плохо заживают. один инструмент, который обязательно должен быть в кармане каждого садовода, это, конечно, садовый ножик. На что обратить внимание при покупке классического садового ножа? Ведь без него, по сути дела, в саду и делать нечего. Срезать маленькую веточку, где-то зачистить ранку, зачистить большой спил без него очень сложно. Конечно, это удобство. Нож должен хорошо лежать в руке. Не натирать ее, допустим, вот коротенькая ручка, она при работе будет натирать вам ладошку, особенно если вы работаете долго. Второй момент. Вы посмотрели, ручка удобна, ручка лежит хорошо в руке, она желательно, кстати, должна быть сделана либо дерево, либо теплый пластик, чтобы ваша рука не мерзла. И обязательно не скользящий. Ведь, к сожалению, травмы в саду это дело обычное, начиная с простых царапин, срезов, заканчивая более серьезными. Именно из-за того, что инструмент бывает неудобный и при движении выскальзывает из рук. вы взяли нож, раскрыли и посмотрели его крепление. У хороших ножей лезвие закреплено очень прочно и при легком даже движении оно не должно никоим образом шевелиться. Если это происходит, такой нож лучше не брать, либо вам придется его сразу отдавать знакомым слесарям, чтобы они закрепили лезвие. Оно и наконец сталь. Качество стали определяет чистоту и качество самого среза. здесь опять же мы все упираемся в личный опыт, либо опыт наших коллег. На текущий момент вот этот нож сталь хорошая, фирма Палисад. Пришлось правда его подрабатывать, потому что лезвие немножко шаталось, но в остальном по качеству стали вопросов нет. Вопросы только по размеру ручки. это на такую руку помельче. Из других инструментов хорошие ножи выпускает Фискарс. Тоже держится хорошо, более удобная ручка. Сталь в принципе тоже неплохая. Для проведения прививок вполне подходит. Кстати, при выборе прививочных ножей требования те же самые. Удобство даже пожалуй выходит на ведущую роль. Потому что от того как он будет у вас в руке находиться, у нас приходится делать различного рода срезы под четко определенным углом, зависит качество вашей работы. конечно сталь. Иногда находятся такие секаторы, которые вроде в руке лежат хорошо и затачиваются просто до уровня хирургического скальпеля, но 3-4 среза и лезвие сворачивается в трубочку. По крайней мере с этим ножом у меня таких вопросов не было. Сталь держит заточку хорошо, можно брать. Пожалуй по всем остальным инструментам, таким как например те же самые сучкорезы, высотные сучкорезы, требования те же самые. Это качество, это удобство, это в первую очередь опыт тех, кому вы доверяете, отзывы ваших знакомых, садоводов, друзей, которые с этим работали. На этом небольшой такой экскурс в особенности выбора инструмента у нас закончился. В следующей части мы с вами рассмотрим более подробно сучкорезы, кусторезы и другие инструменты и инструменты других марок. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши сюжеты, задавайте вопросы процветания вам и вашего сада. субтитры субтитры